Здравствуйте, уважаемые зрители! Давно не делал ролики, что происходит в Украине, как обстановка. Вот, решил показать вам карту и потом сообщу все последние новости на сегодняшний день. Ну вот, армия РФ пока застряла, наступление застопорилось. Вот, Славянск под контролем ВСУ, Северс тоже под контролем ВСУ, Бахмут тоже под контролем ВСУ. И в общем, практически продвижения особого нет. И вот, самое основное, что произошло за эти дни, и вот заявление Зеленского главное, хочу вам зачитать. Следующие 3-6 недель станут решающими. Вот, Владимир Зеленский сделал такое заявление. Украина должна вернуть территорию захваченной России в течение 3-6 недель. Прежде, ну, надо это сделать сейчас, потом будет труднее. Теперь, следующие 3-6 недель станут решающими. Он дал месседж, типа, чтобы все его услышали, все его генералы, все эти, генштаб, чтобы надо идти на наступление. Он отметил, что этот период является важным сейчас. Скоро будет уже там осень, зима, будут низкие температуры, и потом воевать будет очень тяжело, и будет война на истощение. Сейчас, пока еще, вот, будет август еще весь, еще в сентябре, можно все вопросы это будет решить. Ну и вот, сейчас ВСУ пошли в атаку. В Херсонской области Андреевка и Лозовое освобождены от оккупантов. Сейчас я вам на карте покажу. В Херсонской области вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенные пункты Авдеевка и Лозовое. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ. Вот, на карте вам покажу Лозовое, а вот Андреевка. Так, вот они рядом, эти два поселка. А если смотреть карту сверху, это вот так. Линия проходит соприкосновение где-то вот так. Так, и здесь сейчас, вот, ВСУ пошли, ну, наступление, можно сказать. Ну, вот это, Лозовое. А на этой карте это где-то сейчас покажу. Так, сейчас, это уже Херсон. Так, сюда перекинулись. Вот где-то здесь, видите, синие точки в этом направлении. А карта выглядит вот как, видите, красные точки. Это армия РФ контролирует эту территорию, вот эта линия идет. А это ВСУ уже пошли в атаку. Так, ну и что здесь пишут конкретно? ВСУ освободили Андреевку. На южных рубежах защиту украинские военные зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач. Было уничтожено 89 российских военных, вражеские склады и технику россиян. В течение суток ракетно-альтерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий, временно оккупированных территорий Херсона. В общей сложности было выполнено 300 огневых задач. Хаммерсы все уничтожают. Все склады, все эти боеприпасы, все эти технику, БТР и БМП, танки. Там разгром полнейший. Подтверждение, эти потери врага составили вот танк Т-62, самоходная гаубица М-100 и в общем две гаубицы, минометный комплект САНИ, бронированные автомобильные техники. Все-все, Хаммерсы защищают. Там еще подтащили РЦЗО, это еще посильнее, сейчас я ролик иногда выпустил. И они там вон эти гаубицами еще и долбят. Так, ну и вот еще сейчас направление Бахмута, что происходит. ЧВК Вагнера зашли на Углегорскую ТЭС и на Луганское. ВСУ отошли. Сейчас я вам покажу на карте. Это вот Бахмут здесь сверху, а вот здесь сейчас ВСУ. Ой, извиняюсь, ВСУ отошли отсюда. Здесь армия РФ атакует в этом направлении, направлении Бахмута. И вот что здесь пишут. Оборонное ведомство Великобритании со ссылкой на разведку сообщило, что российские наемники частной военной компании Вагнера, возможно, добились некоторого успеха на Бахмутском направлении, Донецкой области, около Светлодарского водохранилища. Я вам карту покажу сейчас. Так, разведка союзников пишет, что Кремлевские ЧВК, вероятно, удалось добиться тактического наступления на Донбассе, в районе этой Углегорской ТЭС. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района. Вот карта, если вам видно. Вот Бахмут и вот это Светлогорск. Видите, вот как идет наступление. Вот здесь стрелками направления Бахмута, еще и снизу идет направление тоже удара сюда. Вот, ну, да Бахмут, вон еще Бахмут, пока я смотрю по карте, еще горит в синем, сейчас я вам покажу Бахмут. Так, вот Бахмут, в общем, в этом направлении, видите, красная точка, вот сюда приближается армия РФ. Ну, Путин дал приказ, да, срочно наступление, все возможные средства бросили, артиллерию, авиацию пытаются как бы тоже захватить вот направление Славянское, отрезать, я думаю, вот этот район еще. И Бахмут, они так как бы кусками отрезают вот в этом направлении, красный, синий. Так, ну и вот я вам сказал, где идут бои. И вот Бахмут, Углегорское это направление. Так, и вот что еще. Окупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52, это называется «Жесть доброй воли». Так, 26 июля российские оккупанты дружественным огнем обстреляли собственные позиции, а потом уничтожили собственный вертолет Ка-52. В этом сообщает Генштамм Вооруженных сил Украины. Это называется «Жесть доброй воли от оккупантов». Возвращаясь с заданий, вертолет оккупантов попали под дружественный огонь расчетов противовоздушной обороны российских войск. В общем, они спутали вертолеты российские с украинскими, и получается, что начали стрелять по своим вертолетам. А их было три штуки Ка-52. И вот российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего лишь один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль, сообщили украинские военные. В общем, мало сбили, могли и три сбить. Ну, российское вооружение, как сказать, стреляет криво, поэтому только одного подбили. А в ВСУ радость, мол, все, сбили своего. Так, хорошее настроение сейчас тому в ВСУ. В ВСУ уничтожили двух пилотов-любимцев Путина благодаря системе «Хаймарс». Вот фотографии этих. Речь идет о полковнике Анатолии Стасюкевича и подполковнике Максиме Потемине. Вот это уже подтвержденные данные, что их уничтожили. ВСУ удалось уничтожить двух ведущих пилотов Путина благодаря системе «Хаймарс». Они погибли при обстреле. Так, вот погиб донецкий 41-летний истребитель полковник Максим Потемин. В тот же день погиб и 54-летний истребитель полковник Анатолий Стасюкевич. То есть, эта информация, что они погибли от «Хаймарса», стала известна благодаря глазке отца Потемина, которого зовут Алексей. Так, Алексей Потемин возглавлял Волгоградскую областную федерацию парашютного спорта. Он заявил в СМИ, что машина его сына, Максима Потемина, была обстреляна ракетой «Хаймарс». Известно, что Максим Потемин был женат, имел сына и дочь. И он посмертно награжен орденом мужества. Относительно Анатолия Стасюкевича, известно, что он начальник штаба 1-й гвардейской барановической краснозаменной авиационной дивизии. Он был военным летчиком третьем поколении. Летал в том же подразделении, что и Потемин. Базировался в Крымске, Краснодарского края. Сейчас, да, очень «Хаймарс» обстреливали там. Их эти даже С-400 не могут защитить, как бы, ПВО российское. И более того, были обстреляны эти командные пункты. Очень много уничтожено российских офицеров, включая даже одного генерала. И поэтому атак после этих «Хаймарских» атак наступление России на Донбассе практически остановилось. Уже видно по карте, да, продвижения очень практически нет. Поскольку она не может отразить мощные артиллерийские обстрелы. Также данные НАСА показывают, что количество использований в Донбассе артиллерии заметно упало, да. Ну, нету снарядов, нету ракет, нечем стрелять армией, нечем наступать. И потенциал российской армии уже упал. Они не могут идти в наступление без огневой подготовки. И да, сейчас войска Путина очень мало продвигаются. Практически уже все стало колом у них. Ну, вот последняя информация загрузится сейчас. Это количество убитых, ой, долго за час загрузится. Очень много гибнет в армии РФ. Сейчас последняя информация. 40 тысяч, вот официальная цифра. Разменяли четвертый десяток. Слава УСУ написано в этом издании. Так, ну вот 40 тысяч погибло, 1738 танков. Так, самолетов 222 беспилотников. А, и вот БПЛА-726. Этих вертолетов 190. Так что вот, видите, 40 тысяч уже цифра. И говорю, вот, БТР, БМП почти 4 тысячи уже металлолома. Антиллерии 883. Огромные потери, говорю, некому наступать. Посмотрите, 40 тысяч ориентировочно погибло. Умножайте на 3 где-то в среднем. Ну, 2,5 раненых. Еще где-то 120 тысяч. 40, 120, где-то 150, 160 тысяч выведено из строя за 5 месяцев. Некому воевать. Да, Россия набрала опять это количество. 150, 160. Вы понимаете, огромнейшие потери. Набрали новобранцев, которые не умеют ни стрелять, ни воевать. Все профессиональные военные погибли практически за 5 месяцев войны. Сейчас набирает, кого попало. Чуть не стюрем уже. Иммигрантов каких-то вербуют через какие-то сайты. Там обещают чуть не 200 тысяч в месяц. Ну, и мало кто подписывается. И вот в среднем 200 человек где-то армии РФ гибнет. Я говорю, такая информация, что точно Путин сейчас в шоке. Придется мобилизацию как-то, не знаю, скрыт-то идет. Но не знаю, что им делать. Потому что, если так еще 5 месяцев, они потеряют еще где-то 40 тысяч. Это вообще будет там и раненых нереально. В общем, все застоприлось. Видно по карте. Я сразу вам говорю, не буду быть голословным. Все очень медленно. Раньше как-то они еще что-то атаковали. Что-то пытались как бы. Все наступление. Кадыров говорил, все, мы там зачистим. Все. Стало колом. Все. Продвижения нет. Видно по карте. Тут даже нечего говорить. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.